Реклама, как же раньше она всех доставала? Сидишь себе спокойно, смотришь по телеку любимый фильм или сериал, и тут бах! На самом интересном месте телевизионщикам срочно нужно рассказать нам о новом пивчике или невероятно важных скидках на макароны. Естественно, это напрягало. Но есть и такие рекламы, которые вызывают у нас ностальгию. Даже если когда-то казались весьма противными. Добро пожаловать на Телблогнет! И сегодня у нас ТОП 10 забытых реклам. Десятое место. Пластырь на на пласт. Боли в шее, суставах, пояснице, выход есть. Лечебный пластырь, нано-пласт, фортер. Неужели Леониду Аркадьевичу настолько плохо стали платить на поле чудес, что он подался рекламировать всякую дичь? Такова была моя первая мысль после просмотра этой рекламы. Но уже через несколько просмотров я то и дело напевал. Появилась боль у вас, сразу клейте нано-пласт. Не, ну а как ему было не поверить? Во-первых, Якубович старый, значит, он в этих делах разбирается. А во-вторых, вы же знаете, какой Аркадьевич резкий мужик. Блядь, ёбаный твой рот, блядь. Чтоб тебе яйца оторвали. Оторву, мутила, сраный, пошел нахуй. Девятое место. Сникерс. Самой запоминающейся рекламой мега-популярного батончика стал ролик, в котором гигантские роботы играли друг с другом в футбик. Железно-рожденные так носились по какому-то заброшенному заводу, что, казалось, уже в следующем кадре, разнесут там все кедрене фени. Тяжело сказать, почему зашла именно эта реклама, а не, к примеру, поцелуй меня в пачку с Волочковой в главной роли. Быть может, дело в огромной на тот момент популярности трансформеров. Как считаете? Не тормози! Сникерсни! Восьмое место. Пепси. Если промо-ролик Сникерса понравился скорее оценителям фантастики, а не фанатам футбика, то сейчас поклонники самой популярной в мире игры волей-неволей пустят скупую мужскую слезу. А все потому, что речь идет о той знаменитой рекламе в ЧМ-2010, в которой снялся Месси, Анри, Драгба, Лэмпорт и даже Аршавин. Это был по правде хороший рекламный ролик с каким-никаким сюжетом и смыслом. Эх, сейчас таких по телеку не крутят. Седьмое место. Сироп Амбробене. Я по улице лечу, я морожено. Немецкий бюргер веселил нас своим средством из Германии несколько лет, но сейчас его не стало. Больше некому сироп целебный привозить и от кашля помогать лечить. Сам-то мужик жив, с ним все в порядке, а вот такой позитивной рекламы сиропа от кашля уже нет. Пускай от всякие Тантум Верды. Нет, она тоже прикольная, но не настолько, как тема с мужиком на велосипеде. Шестое место. Чай Золотая Чаша. Я когда впервые увидел эту рекламу, очень сильно удивился. Оказывается, Басков умеет петь не только шарманку. Но, по правде говоря, Николай нифигово так исполнил пару строк про чай. Ноты тянул прямо как у себя на концерте. Хотя, почему бы и не запеть, бюджет рекламы наверняка был не слабый, а сам-то чай, несмотря на запоминающуюся рекламу, был такой и дерьмовенький. Дух, в котором счастье обитает, золотая чаша, золотая. Пятое место. Батончик Баунти. Райское наслаждение можно было получить не только от Батончика Баунти, но и от его рекламы. Какой пляж, какая чистая вода, что за умиротворяющая музыка. Но вишенькой на рекламном торте, конечно же, была красавица, раскинувшаяся на песчаном берегу Индийского океана. Как только по телеку пускали рекламу Баунти, тут же отпадало желание переключать канал. Ты просто сидел, смотрел и получал 15-секундное удовольствие. Почти так же, как Гена Букин, если вы еще помните, кто это такой. Баунти. Райское наслаждение. Четвертое место. Гель Палмалиф. Это реклама тупая по самой «Я не хочу». Просто баба моется в душе, а потом бежит к мужику, который ее нюхает, и благодаря особому запаху кожи своей возлюбленной, обеспеченного невероятным гелем Палмалиф, он достигает нирваны. Но фишка не в сюжете, а в запоминающейся песне. Даже у нас в универе пацаны напевали. О, Палмалиф мой нежный гель. Настолько сильно она залезла в башку. Удовольствие улетаю и пленяю все. Новый Палмалиф черная орхидея с натуральным экстрактом орхидеи. Третье место. Стиральный порошок миф. Помню, еще во времена школы мы прикалывались, долбя мел на мелкие кусочки и вдыхая его через деньги, как наркоту. Но кто бы мог подумать, что такую идею, но только со стиральным порошком, протащат на зомбоящик. Вы только посмотрите, как вштырила Майдадыра после того, как он занюхал волшебного порошочка. Морозная свежесть. Наверное, именно так действуют вот эти вот все гранулы, которые выводят даже старые пятна. Вы только сами не вздумайте такое делать. Естественно, такая реклама не могла не привлечь внимания и вряд ли она когда-то забудется. Но нас все же интересует один единственный вопрос. Как это, черт возьми, попало на телек? Как? Второе место. Дезодорант Олд Спайс. Эти парни делали настолько классную рекламу, что выделить какой-то один ролик весьма тяжело. Сразу вспоминается видос, в котором мужик с ванной комнат резко очутился на яхте, а потом так же ловко перебрался на коня. А кто помнит рекламу с харизматичным качком? Как он орал в ролике про блокатор запаха? Ага, нет, подождите, он же орал в каждом ролике. И всякий раз его непревзойденная игра заслуживала Оскара. И первое место. Служба займа домашние деньги. Гениальнейшие слова, которые сделали эту рекламу известнее всего за пару-тройку секунд. Даже них черников не смогут стоять перед соблазном позвонить на горячую линию службы и напеть их же хит. Оператор не оценила такой отчаянный шаг и буркнула что-то там про 5000 штрафа. Нормально так позвонил денег занять, да? Но несмотря на то, что служба, судя по отзывам, была тем еще говнищем, реклама у них и правду получалась зачетной. А какая реклама больше всего нравилась тебе? Пиши об этом в комментариях и не забывай подписаться на наш канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы. Ну и на паблик подписывайся, ведь там мы регулярно делаем опросы. И кто знает, может ты там оставишь свой комментарий и именно он попадет в следующее видео.